Мари Приво. Мэри Бигфорд-Дан родилась 8 ноября 1898 года в Сарнии, провинции Антарио, Канада. Ее младшая сестра Пегги Приво также была актрисой. Семейство будущей актрисы эмигрировало в США из Канады. Сначала они жили в Денвере, а после перебрались в Лос-Анджелес. Во время работы секретарем Мэри подала заявление в голливудское актерское агентство Мака Сената, чтобы начать карьеру актрисы. Сниматься в кино она начала в 1915 году, взяв псевдоним Мари Приво. Свой первый год работы она снялась в двух фильмах «Те горькие сладости» и «Следы его отца». 1936 год стал последним годом ее актерской карьеры. В этом году она снялась в таких фильмах, как «Танго», «13 часов полета», «Бенгальский тигр», «Кейн и Мэйбл» и «10 кругов до финиша». За 21 год работы в кино Мари сыграла 121 роль. Она снималась и в немом, и в звуковом кино. На пике своей популярности Мари дважды побывала замужем. В 1918-1924 годах она была замужем за Сони Герки, а в 1924-1927 годах за Кентом Харлоном. Детей у Приво не было. В конце 1920-х годов Мари, опустошенная личными проблемами развода и смерти родителей, пристрастилась к алкоголю. Некоторое время пытаясь бороться с постоянными депрессиями, она целиком и полностью отдавала себя работе. Но это не помогало, и она стала еще больше пить. В 1934 году Мари была практически лишена работы, что в итоге привело ее к банкротству. На момент смерти имущество Приво оценивало всего в 300 долларов. 38-летняя Мари скончалась 21 января 1937 года от сердечной недостаточности, спровоцированной годами алкоголизма и недоедания. Тело Приво было обнаружено спустя два дня после ее смерти, после того, как соседи женщины пожаловались на непрекращающиеся лай собаки, доносящиеся из ее квартиры. Женщина была найдена лежачей лицом вниз на своей кровати, а на ее ногах были обнаружены крошечные укусы. Как выяснилось позже, укусы принадлежали собаке Мари, такси Макси. Мари была похоронена на кладбище Голливуд Форевер. Похороны были оплачены ее давней знакомой и бывшей коллегой актрисой Джоанн Кроуфорд. За свою вкладку на индустрию Мари была удостоена звезды Голливудской аллеи славы.